Сегодня же не только в Бухаресте происходят важные встречи, не менее важные встречи происходят в эти же часы, сейчас, но она, наверное, к вечеру закончилась, первый день. В Берлине встреча министров юстиции большой восьмерки, это имеет непосредственное отношение к вашему вопросу о настроении в Кремле, эта встреча создана для обсуждения практической плоскости вопроса о создании международного трибунала над главными российскими военными преступниками. На встречу приглашен, среди прочих, главный обвинитель Международного уголовного суда, ну вы знаете, он был недавно несколько раз в Киеве, вот там принято такое решение, что Международный уголовный суд будет заниматься, ну как бы, рядовыми преступниками, вот сотни тех преступлений, которые документированы в Украине совершенно, Буча, Изюми, Херсон и другие города, а вот будет создан специальный трибунал над главными военными преступниками, над военно-политическим руководством России. И вот оцените, то, что это невозможно было представить еще несколько дней назад, министр юстиции, не какой-то эксперт, министр юстиции Германии на вопрос, а как эти главные военные преступники будут доставлены на скамью подсудимых, ответил очень практическим таком, то не рассуждая, или арестованы будут на территории стран, если они окажутся вне России, или после поражения России, они по условиям мирового соглашения будут выдавлены будущими российскими войсками, властями в распоряжении международного трибунала. То есть вопрос о победе в Украине, о поражении России уже как бы не рассматривается, он считается данным, рассматривается технические детали предания суду этих преступников. Это очень серьезное движение в настроении Запада. Но еще раз, чтобы ускорить этот замечательный сценарий, необходимо передать сейчас то оружие, которое сделает победу Украины не только неизбежной, но максимально быстрой и стремительной. Андрей Андреевич, но это будет однозначно, трибунал будет, и преступники будут приговорены. Но эти же преступники захотят каким-то образом избежать этого трибунала, и мне кажется, начнут свою пауковую битву в банке. Думаете, как она будет происходить, и каким образом они будут пытаться избежать наказания? Ну, пауковая банка, по-вашему образу, уже началась, я привел этот пример. Пока она ведется только на пропаде шоу, но потому что шоу мы видим с вами, мы же не видим с вами, что происходит в банке, а самые-то основные битвы пауков там. Ну, что абсолютно ясно, что всем паукам гораздо легче будет как-то отползти от трибунала без Путина. Ну, Путин уже в этом плане безнадежен. Остальных будет возможность сказать, ну вот видите, мы убрали Путина, этого страшного человека, мы сделали громадную услугу всему человечеству. Ну, поэтому вы должны как-то пойти к нам навстречу, более мягкие условия капитуляции, такой умеренный список обвиняемых перед международным трудом и так далее. Сейчас начинается уже не банк, не схватка пауков, а гонка пауков. Гонка пауков за освобождение от ответственности за совершенных. Они выполняли, ну так же, как подсудимые в Нюрнбергском процессе, они будут кричать, что они выполняли приказ фюрера. Они не виноваты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова